За ходом операции следил губернатор Краснодарского края, координировал все действия руководителя управления ФСБ. По легенде, преступники напали на военный вертолетный полк. Чтобы обезвредить условного противника, в ход пустили новейшую технику. С воздуха по террористам наносили удары ночные охотники, так называют вертолеты Ми-28Н. Они могут лететь со скоростью 300 км в час, а на вооружении стоят 70 ракет. В учениях приняли участие все силовые структуры региона, от Следственного комитета до ФСБ. В наземной операции по обезвреживанию террористов, захвативших вертолет, участвовали бойцы спецподразделения «Альфа». Оценку «Хорошо» учением дали уже на заседании антитеррористической комиссии, которую провели Вениамин Кондратьев и начальник краевого ФСБ Игорь Колосов. АТК губернатор начал с подведения итогов прошлого совещания. Глава региона потребовал усилить контроль за исполнением поручений. Снисхождение в вопросах безопасности ждать не стоит. Мы не будем переходить к рассмотрению новых вопросов, пока не снимем с контроля прежние поручения. Это будет новая система работы. В противном случае мы никуда не продвинемся. Мы будем просто проблему освещать, но ее не решать. А нашему населению от этого ни холодно, ни жарко. Нам же результативная работа и результативные шаги. В нынешних условиях работа всех служб как никогда должна быть максимально координирована, отметил Вениамин Кондратьев. Мы должны предупреждать любые нездоровые брожения в молодежных кругах или среди мигрантов, пресекать попытки насаждения идеологии экстремизма. Мы все, органы прокуратуры, ФСБ, полиции, казаки, должны сплотиться в единый кулак, чтобы не допустить проникновения никакой террористической заразы на территории края. Особое внимание нужно уделить профилактическим мероприятиям. Нужно с участием казаков и полиции провести подворные обходы для выявления потенциально опасного контингента граждан. В ходе закрытой части антитеррористической комиссии с докладом выступил начальник краевого управления ФСБ Игорь Колосов.